В перерывах между роликами про авто я иногда рассказываю про игры или оружие. Самые популярные ролики на моем YouTube-канале это видео, посвященные Battlefield. И сегодня речь пойдет о бесчетной игре, в которой я провел 142 часа и ни разу не пожалел о ее покупке. Insurgency Sandstorm. Insurga. Это многопользовательский тактический шутер от первого лица с уклоном в реализм, разработанный студией New World Interact. Так как это тактикульный шутер, тут нет хитмаркеров, миникарты и прочих привычных нам вещей. Есть две фракции Security и Insurgency, которые ведут бои предположительно на Ближнем Востоке. Security больше похожа на западную ЧВК, использующую преимущественно западное оружие, а Insurgency, то есть повстанцы, обычно юзают стволы советского производства. Для того, чтобы вас слили на экраны спауна, может хватить одной шальной пули. В игре есть много оружия, объездов к нему, разнообразные карты и куча предметов внешнего облика вашего бойца. С них и начнем. Кастомизация персонажа. Настройка одежды игрока стала одним из главных отличий от оригинальной Insurgency. Почти все вещи можно купить за внутриигровую валюту, которую можно получить с повышением уровня или за первое прохождение обучения. И тут, конечно, можно купить вещи в виде DLC за реальные деньги, но чаще всего их покупают, чтобы поддержать разработчика, так как каждые полгода выходят бесплатные операции. Операции это частично бесплатные обновления, которые добавляют в игру много нововведений. Это карта, две пушки и какие-то новые различные механики. Почему частично бесплатные? Потому что с каждой операции выходят два костюма. Один для оперативников, то есть Security, другой для повстанцев, они же Insurgent. Перечень предметов внешнего вида немного отличается. Опера используют обычную военную экипировку, то есть различные камуфляжи, шлема и так далее. А ополченцы используют футболки, олимпийки, арафатки и так далее. Огневая поддержка. В игру ввели два новых класса, наблюдатель и командир. Если они находятся рядом друг с другом, то командир может вызвать огневую поддержку. У Security и Insurgent они разные. Например, повстанцы могут запросить химический удар по заданной командирам позиции. Но смысла в нем нет, так как он дефицит обычным противогазом. В то время как оперативники могут вызвать ударный вертолет. Для того, чтобы вызвать огневую поддержку, командиру нужно взять бинокль в руки и выбрать тип огневой поддержки. А после навестись на нужную цель и нажать ЛКМ. После подобных авиаударов, ошметки ваших врагов будут повсюду, что кстати тоже является нововведением, придавая капельку реализму всему происходящему вокруг. Разобрать противника также можно с помощью взрывчатки, снайперских винтовок и пулеметов, отрывая руки, ноги и голову. А еще можно лутать магазины с чужого оружия, если у вас такие же. Разумеется, чтобы каждый игрок понимал свою задачу на поле боя, были сделаны классы персонажей. В игре всего есть 8 классов, каждый из них имеет изначально 15 очков снаряжения в ПВП и 20 в кооперативе, и сейчас я вам про них расскажу. Автоматчик. Данный класс больше всего специализируется на штурмовых винтовках и является самым популярным выбором в каждом раунде, так как у него нет ограничения на количество. Я не буду перечислять все его стволы, но лишь скажу, что это отличный выбор для новичков, чтобы понять, что вообще нужно делать в этой игре. Прорывник. Данный класс больше всего подходит для ведения боя на ближних дистанциях, либо зачистки помещения. Используются в основном дрововики и пистолеты-пулеметы, но как показывает практика, в том же ближнем бою обычный автоматчик ему почти ничем не уступает, и при этом будучи более универсальным. Осведомитель. Данный класс обладает более незаурядным оружием для любой из сторон, отчего он мне и нравится больше всего. Обычно катается с Каром или Марк-18. Взрывник. Исходя из названия класса и его экипировки, можно понять, что он специализируется на различных гранатометах и взрывчатках, используя основное оружие, как у автоматчика. Но, как показывает та же практика, все его особенности в виде взрывчатки обычно сыпятся с поверженных вами врагов, особенно в кооперативе. Единственное, что могу отметить, это подствольный гранатомет, который решает много неудобных задач. Снайпер. Данный класс специализируется на ведении дальнего боя и прикрытие команды. В кооперативе мало полезный персонаж из-за особенностей режима, а вот в ПВП вражеский снайпер может стать серьезной взносой затницы для вашей команды, особенно если человек умеет за него играть. Пулеметчик. Из названия понятна его роль. В кооперативе довольно полезный юнит, при наличии мозгов у играющего за него человека. Может сдерживать толпы болванчиков еще и на респауне. В ПВП, наверное, самый лютый тип, который кошмарит всю вражескую команду, особенно гемперов, которые бликуют на расстоянии. Может задавить целое направление, да, шанс своим пацанам продавить фланг. В идеале, желательно работать в паре с автоматчиком для эффективности и безопасности пулеметчиков. Наблюдатели. Данный класс необходим для огневой поддержки, так как без радиостанции, которая находится у наблюдателя, командир попросту не сможет ее вызвать. У обеих команд вооружение, как у автоматчика. И командир. Чтобы не повторяться, назову отличия от наблюдателя. Есть бинокль. И все. Режимы игры. Есть два типа игры. Кооператив и ПВП. В кооперативе есть четыре режима. Чекпоинт, Хардкор Чекпоинт, Аутпост и Сурвайвл. А с дополнением Oppression Nightfall во всех кооперативных режимах появились ночные версии обычных карт. А теперь о каждом кооперативном режиме по порядку. Чекпоинт. Команда из восьми человек должна одну за другой захватывать точки или взрывать тайники. Есть шанс, что после захвата одной точки придется полторы минуты отбиваться от волны врагов. После захвата последней придется оборонять последнюю точку в течение трех минут. А еще тут есть террористы-смертники. Так что если вы услышали телефонный звонок, то либо убейте смертника, либо падайте на пол. Тем самым минимизируя обыск поражения осколками. Хардкор Чекпоинт. То же самое, что Чекпоинт, только в Хардкоре. В этом режиме скорость перемещения снижена. Интерфейс стал проще, а метки над союзниками видны только вблизи. Сквозь стены их не видно. Так что если вы не видите своих тиммейтов, то кнопочка ТАП и смотрим, где они лазят. Так же и с метками для точек и тайников. Ко всему этому боты стали намного опаснее и лучше одеты. А также скорость их реакции иногда зашкаливает. Есть ограничения на снаряжение. В том плане, что после смерти вам дают болтовую винтовку, пистолет и нож. Никакой брони и разгрузки. И для того, чтобы вам вернуть свой лут, необходимо найти ящик со снабжением. Который случайно может оказаться на любой из точек. Но он обязательно будет на последний. Данный режим из всех я считаю самым интересным. Так как он полностью раскрывает весь смысл этой игры. Вам придется аккуратно затещать помещение и думать прежде чем стрелять. Так как на прицеле может оказаться ваш тиммейт. И из-за ограниченного интерфейса френдли файр тут просто зашкаливает. Даже можете глянуть мой старый видос, где в конце раунда перед самой победой меня убивают мой недалекий тиммейт. Аутпост. В этом режиме игроки обороняют одну точку, отбиваясь от семи волн противника. Начинается игра с малым количеством очков снаряжения. Но с каждой волной их становится все больше, как и количество противников. За каждую волну вы получаете по два очка снаряжения. Тем самым готовя себя к финальной зарубе. И последний режим это сурвайву. На этот раз команды начинают свой путь со вспомогательным оружием. И их целью становится эвакуироваться зоной боевых действий. Для этого им нужно эвак захватить точки одну за другое. На каждой точке будет находиться ящик со случайным основным оружием. Поэтому будет весело. А теперь поговорим про пвп режимы. Их тут тоже четыре. Это пуш, файрфарт, фронтлайн и доминейшн. И в каждом они по порядку. Пуш. Есть две команды. По 14 игроков каждый. Атакующие и обороняющие. Атакующие должны захватить поочередно 3 или 4 точки. А после уничтожить тайник. Обороняющие должны защищать все точки. А теперь о деталях. У атакующих вначале есть 5 подкреплений. У обороняющихся 15-20. Это зависит от количества точек на карте. С каждой захваченной точки атакующие добавляют 5 подкреплений. Если атакующие захватят все точки и уничтожат тайник, либо уничтожат обороняющихся, то атакующие победят. А если подкрепление закончится и вся команда атакующих погибнет, или закончится время, то обороняющиеся выиграют рану. С каждым подкреплением все умершие члены команды возрождаются на захваченной точке. Или вблизи ее. Для того, чтобы появилось подкрепление, нужно, чтобы 4 человека команды были мертвы. После того, как они погибнут, должно еще пойти 35 секунд. То есть очень похоже на штурм из баттлфилда. Firefight. Всего на карте 3 точки. Ваша нейтральная и противника. Раунд длится 5 минут. Цель любой из команд. Захватить как можно больше точек до конца раунда. Frontline. Обе команды должны по очереди захватывать точки, после чего уничтожать вражеский тайник. Игроки должны оборонять свои точки, параллельно захватывая чужие. Слитые тиммейты могут испауниться только после захвата новой цели. Команда победит только если уничтожить противоположную или тайник оппонента. Domination. Режим своим геймплеем похож на Call of Duty. То есть все бегают и убивают друг друга. Почему? Да потому что жизнь в этом режиме больше не ценится. Потому что возрождение происходит очень быстро, но в случайном месте. На карте есть 3 точки, которые нужно команде захватить. За захваченные точки дают очки, которые нужны для победы. То есть для того, чтобы победить, нужно получить 200 очков. Что ж, про режимы все. Остались звуки, оружие, их модификации и карты. Звуки тут очень качественные. В принципе, без труда можно понять примерно откуда и с чего по тебе насыпают. Также тут есть эффект подавления. Если по вашей позиции ведут огонь или рядом с вами что-нибудь взорвалось, или вы будете без перерыва стрелять из М82, то персонаж может испугаться и что-нибудь проорать. Что, кстати, иногда очень сильно палит вашу позицию. Оружие и все, что с ним связано. В игре есть множество видов оружия. Пистолеты, пистолеты, пулеметы, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы и ножи. И на все это добро, кроме ножа и гранатомета, можно поставить различные антачменты. Штурмовых винтовок в игре больше всего, а все, что связано со стрельбой в этой игре, прекрасно. Звуки, анимации, отдача и другие аспекты, шутерные составляющие сделаны просто изумительно. Кстати, насчет анимации. В игре есть два вида перезарядки. Обычная и быстрая. Обычная перезарядка это когда вы кладете свой пол и пустой магазин обратно в подсумок. Быстрая же это когда вы выкидываете магазин и без разницы есть нам патроны или нет. Как и полагается шутеру косящим в реализм, стрельбату сложнее, чем в других играх. Отдачу приходится контролить самому, что на первых порах будет немного трудно. Сам же процесс стрельбы тут очень приятен и мне кажется он не нуждается в описании. Модификации для оружия. В игре есть много модификаций для оружия, включая прицелы, рукоятки, наствольные модификации, ЛЦУ, трассеры и так далее. Это конечно не Escape from Tarkov, но тоже сойдет. Перемещение. В игре есть два типа разгрузок и брони. Хоть и игра позволяет выйти в бой без того и другого, но лично я вам не рекомендую так делать. Также тут есть вес экипировки, то есть если вы наденете тяжелую броню и тяжелую разгрузку, то очевидно что перемещаться вы будете значительно медленнее, чем если бы были с легкой броней и легкой разгрузкой. Также на вес влияет оружие и все что на него навешано, а также гранаты, противоказ и бинокль. Лично я гоняю с легкой броней и тяжелой разгрузкой. Карты. В игре на данный момент довольно большой список карт. На всех них можно поиграть как в кооперативе, так и в пвп. Некоторые из них оставляют желать лучшего, но все же есть и отличные карты. Например, Power Plant, Tell, Beb, Summit и Farmhouse. Online. Online у игры маленький относительно других проектов, но если выставить все регионы, то игра будет находиться довольно быстро. В среднем 15-20 секунд. В самой же игре довольно много адекватных игроков, которые стараются затащить катку. Конечно, дауны тоже были пару раз, но это скорее исключение. И если вы дошли до этой части ролика, то можем перечислить минусы и плюсы этой игры. Плюсы. Прекрасные звуки. Отличная стрельба. Много интересных режимов игры и оружия. Кастомизация персонажа и оружия. Разнообразные карты. Адекватная аудитория. Разработчики, которые прислушиваются к мнению игроков, проводят различные опросы после выхода операции. Даже можно с ними поиграть на CTE клиенте игры. Этот клиент сделан для теста игроками будущих обновлений. И они реагируют на просьбы игроков. К примеру. С выходом операции Cold Blood они убрали некоторые оружия из кооперативного режима. Игроков, конечно же, это не устроило. И они начали критиковать данное решение. И разработчики прислушались и вернули обратно им эти оружия в их кооперативный режим. А вам слабо так, дайсы. Минусы. Наличие бесполезных антачментов против LCU и прочего. Отсутствие нормальной прогрессии. Отчего иногда игра кажется однообразной. И медленно выходит обновления. Хоть они и бесплатные. Выводы. Стоит ли брать эту замечательную игру? Конечно стоит. Но по скидке, которая, кстати, сейчас 60%. То есть цена на данный момент 259 гривен до 13 июля. Почему я хвалю игру и при этом рекомендую взять ее по скидке? Да все просто. Не всем могут зайти хардкорные шутеры. Тут вменяемой прогрессии нет. Так что если вас не зацепит геймплей, то нам вряд ли вы останетесь в ней надолго. Вот такой вот получился видос про один из моих самых любимых шутеров Insurgency Sandstorm. Оставляйте свои комментарии. Что вы думаете про данную игру? И как вам ролик в целом? Может быть вам интересен список оружия? И что оно из себя представляет? Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok